В любом магазине нашего города практически можно купить все необходимое. И как подходить к товару, жители тоже знают. Срок годности обращать внимание обязательно. Ну и внешний товарный вид, я думаю. Состав. Какие добавки там добавлено. Сколько ешек. На качество товара, на упаковку, соответственно, да. Ну, не знаю. То есть, если он приятен к взгляду, скажем так, с удовольствием можно взять его. Но, к сожалению, приходится покупателям сталкиваться и с некоторыми проблемами. Цены, которые указаны, и на кассе. И все. Ну, для меня, да. Купала молоко, приносила домой, оно кислое. На дату я обращала ее всегда внимание. Там как бы еще срок данный есть. Но приношу домой, оно кислое. Значит, они хранят его не как полагается. И нагрубят. Бывает такое. С 1 июля этого года вступил в действие новый административный кодекс по правам потребителя. В нем предусмотрены достаточно серьезные штрафы за нарушения. Все жалобы, которые поступают в администрацию Ленинского района по прямым обращениям, либо по порталу Добродел, мы направляем для изучения в Роспотребнадзор. Как правило, они незамедлительно выезжают с проверкой на данные предприятия, выясняют причину данных нарушений и, если необходимо, привлекают нарушителей к административной ответственности, либо устраняют данные нарушения. Как выяснилось в последнее время, много нареканий на качество товара. Ошибка бывает на заводе производителя. И завод-производитель также всю эту информацию собирает, изучает, вся партия пронумерована, выясняют причину того или иного брака или дефекта и, как правило, оперативно устраняют. Однако все равно человек может приобрести некачественный товар. По закону он может потребовать вернуть деньги или обменять на другой. Но не все подлежит обмену. Сложно, технические товары не подлежат обмену. Но болгарки, перфораторы. В нашем небольшом сюжете мы рассказали не о всех товарах и не о всех проблемах покупателей. Их много. С любой граждане могут обращаться в Роспотребнадзор. Может ситуация и изменится к лучшему. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.